Бомбарбия и эвакуация Бомбарбия и эвакуация Итак, Светлана, София, здравствуйте Здравствуйте Очень рада вас видеть Вы на Туманном Альбионе Как получилось обустроиться И с какой даты вы уже в Англии? Мы в Англии с 11 апреля Десятого мы пересекли границу Перелечивали в приграничном городе И поехали уже дальше в город Солнце А из Украины мы уехали 2 марта В Николаев Одесса И на одном из первых эвакуационных поездов Мы уехали во Львов И дальше у нас был путь Где-то полтора месяца Мы были в дороге Такой долгий шлях по дорожи Скажите, Светлана Это получается Вся семья сейчас Раздробилась по Европе Муж и отец Софии в Николаеве Насколько я понимаю Если я ошибаюсь Он на скорой работает Он работает тургентом водителем Втором родном Вот Очень важная работа Без сомнения Вы добрались до Англии И еще и старшая дочь Ваша тоже где-то в Европе Да, старшая дочь Катрины Она в Дании В общем, семью так неплохо Размазала по всей Европе Как вы ощущаете Вот эту раздробленность Что это для вас сейчас И каким образом Вы нашли свои способы С этим жить Способы, скажем так Мы пока не нашли Мы в пути Потому что утром сложно просыпаться Когда нет близких рядом Все далеко Как бы Софии мы там говорим Доброе утро Ну а так вообще Сложновато утром просыпаться Созваниваемся, конечно Списываемся Какие-то вопросы решаем На расстоянии Но Эмоционально сложно Я сегодня уже В самом начале нашего эфира Вы, наверное, не слышали Но говорил об этом То есть чудо коммуникации Оно не такое уж и чудо В современном мире Да И там свести близких людей В пределах одного включения Или одного эфира Это, в общем-то, не чудо Вы можете созвониться Слава богу Есть связь Да И с мужем есть связь И со старшей дочерью Есть связь Можете и по видео попытаться И по телефону То есть этот контакт С одной стороны не утерян А вот Знаете, о чем хотел спросить? Даже на личном примере На самом деле И потом задать вопрос Как только у нас на связи Появится ваш муж И ему тоже Трудно ли стало Разговаривать по телефону Друг с другом? Ну вот вы чувствуете То же общение Что было раньше в семье? Или есть какие-то Недосказанности? Я не прав Взаимные претензии А сложности Ну, скажем так В принципе Каких-то там Сложностей в общении нет Просто есть Со стороны мужа Например Возможно меньше Говорить нам В каких-то моментах Николая Чтобы мы не расстраивались Ну, вот как бы Я как раз об этом и говорю Да Потому что Большинство упреков К нам Высказанных Или невысказанных Это как раз о том Что Ребята Ну, у вас нет уровня Емпатии вообще никакого Вы нам ничего не рассказываете Вы сухими ответами Все хорошо У меня все хорошо Тут все хорошо Вы что-то другое Придумайте Отвечать Вы просто хотите Александр у нас На связи На связи Да Давайте Очень хочется услышать Его в студии Чтобы услышала И семья его тоже Александр, здравствуйте Слышно нас? Здравствуйте Здравствуйте Да, слышно Ветаемо Прекрасно Александр Ваши скупые ответы Насчет Все хорошо Все в порядке И ничего не рассказывания Вы понимаете Да, вы понимаете Как на них Это действует Лучше что-то о хорошем Рассказывать Чем что-то о грустном У нас в Николае Все прекрасно Ну, бывают Всякие моменты Ночные обстрелы И все Ну, стараюсь семье Что у нас все хорошо Чтоб семья не расстраивалась Чтобы было нормально Я думаю Будет все нормально В Украине Виталий, каким видите Всех внушает оптимизм Это прекрасно Это слышно Да, и по его голосу В том числе Ну, вы видите Эта позиция Александра Она, на самом деле Она очень распространенная Очень многие из нас Отвечают своим знакомым И близким Ровно так Как отвечает он И мне бы очень хотелось Чтобы вот эта часть Нашего общения Вашего с мужем Да, Светлана Нашего общения С нашими близкими И знакомыми Чтобы она Ну, как-то не разъединяла нас А мы начинали друг друга Наоборот понимать Мы действительно Стараемся отвечать Коротко и скупо Ну Просто Ровно по этим причинам Чтобы вас поменьше тревожить Не потому, что мы от вас отдалились И не потому, что нам стало Все равно, что с вами Мы жили там Прекрасно И думали, что у нас на Украине Все хорошо Чем больше у нас будет хорошо Тем мы приблизимся К победе Совершенно верно И соответственно Нам с этой стороны Всегда очень хочется Слышать, что у вас Все хорошо И вот это Ну С одной стороны Все хотят Чтобы говорить Друг другу правду Это же здорово, да? Когда мы ничего Друг от друга не скрываем А с другой стороны В таких ситуациях Я думаю, что да Правда Она легче воспринимается И более актуальна Ну Вот в этом-то и проблема Что и что говорить в результате От зараз мы послухаем Олександре Ми вас чуємо І дівчата вас чують Что вы зараз можете Передати своїм дівчатам в эфирі? Что я их очень люблю Я думаю Все мужчины Которые отправили жен За Ну Которых разбросало Семьи Что они их всех Любят Что у нас В Украине Будет все прекрасно И Скоро мы встретимся все Ну вот А урки Так называемые Так грызут в логти И идут домой Откуда пришли Понятно Прекрасно Вот короткий спич Опять все равно Вот мы не добились Мы пространных Рассуждений Ну видимо и не стоят Правда? Все главное было сказано Все время Да Все время Установить В свои рамки Будет все прекрасно В Украине Хорошо Светлан Я супругу Дочку Еще одну дочку Очень люблю Целую Обнимаю их Я думаю Я думаю Я думаю Вони Вони Отчуваются Ваше тепло Ваши Опимы Мы даже Видим Как они Это чувствуют На самом деле Несмотря на то Что Александр Только по телефону Он этого не видит Возможно У него будет возможность И в Николаеве Посмотреть Потом хотя бы В записи Свой собственный Разговор С семьей Светлан А вы когда Общаетесь С мужем Вы насколько Подробны Насколько Подробны И вот за собой Как вы замечаете Как часто вы Говорите о чем-то Хорошем И как часто Вы говорите о проблемах Приблизительно В соотношении Я сказала Что мы не говорим О проблемах Мы говорим Все полтора месяца Говорили о задачах Куда нам дальше Двигаться Кто нам помог Кто не помог То есть В этом ключе Мы больше общаемся Вот Ну и конечно Всегда делимся Фото Каждый день Посылают Где мы были Что мы делали И так далее В телеграме У нас есть Семейная группа Где мы все общаемся София создала группу Да Суперсемейка Назвала И как бы Ну это помогает Нам быть все вместе Такие объединения Нет Скажите Ну вот вы В самом начале беседы Сказали Что вы еще не нашли Этого рецепта Как эту разлуку Переживать Но какие-то шаги Вы по этому поводу сделали Как то Семейная группа И так далее Так все-таки Нет рецепта Или все-таки Он есть Ну скажем так Он рождается Как любой семейный рецепт Пирога И еще что-то Я думаю что в процессе А мы знаем Что с вами Еще один член родины Это Милтон Розкажите Как ваш Милтон Пережив Этот переезд Узнали о программе Узнали о программе Которая была запущена Англия Дом для Украины Вы по этой программе Въехали Да Мы по этой программе Въехали Мы подавались В первых рядах Потом у нас там Были ошибки Потому что Севера были Перегружены в Англию И потом Мы все-таки Переехали Поэтому очень благодарны Семье Которая нас приняла Джейн и Дэн И в принципе Мы находимся У них И сейчас Проводим Связь Прямое включение Из дома Джейн и Дэн Вы уже начали Сдруживаться С семьей Которой живете Или пока Это прохладные И корректные Отношения Смотрите Дело в том Что данная программа Очень Ну наверное Как и все Британские Линии программы Только Модалитеты Вот они Подбирают Семьи проверяют Что то все Соответствовало И так далее И так далее То есть у них Все серьезно Не так как Мы были в Польше В семье И так далее И так далее Вот Поэтому Находим Общий язык Софии легче Потому что София знает Английский язык Мне сложнее Потому что У меня есть Например Словарь Но нет Базы общения Поэтому Адаптируемся Но Страна Благоприятная В плане Она безопасная Люди Доброжелательные Очень И Местные жители Кто живет В Англии Они говорят Что Скажем так Район Свонси Нет Свонси Уэльс Уэльс Вот Он такой Очень Город Свонси Очень благоприятный Люди Здесь Очень Доброжелательные Поэтому Я могу В принципе Это Подвердить Это здорово Я очень Хочу верить В то Что У вас Все получится И программа Действительно Настолько Шикарная Как Нам Это Сейчас Представляется Я имею Ввиду Программу Home for Ukraine Которую Открыла Британия Для украинцев По этой программе Уже несколько В том числе Наших участников Проекта Начали адаптироваться В Британии Мы постоянно Их опрашиваем О том Как эта адаптация Происходит Я надеюсь Что и от Светланы И ее семьи Мы будем получать Эту информацию В дальнейшем Из Англии Свонси С нами была Светлана Осипцова Ее дочь София Их замечательный Питомец Милтон Ну и муж Ее муж Отец И хозяин питомца Александр Включался из Николаева Такое вот Импровизированное Да и мы были Лидонами Дэна и Жерри Так что мы благодарны Все Всех перечислили Спасибо большое Надеюсь Что мы скоро Встретимся И получим опять информацию Благодарю вас Давайте продолжать Сегодня говорим О разлуке Интересный аспект О котором Ну может быть В следующий раз Я уже скажу Светлане Если я буду Общаться На прямом включении Потому что Разлук Штука такая Сейчас люди Сдруживаются С людьми Которые их приняли Они испытывают Благодарность К этим людям Сдруживаются Когда закончится Все Разлука Начнется уже С ними Так что Без разлуки Существование Человеческое Просто невозможно Значит С ней надо Как-то жить И адаптироваться Давайте продолжать Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok